Мы, может быть, сегодня постараемся тоже ответить на вопросы, а, конечно, Патриарх тоже будет отвечать на ваши вопросы, можно их присылать, спрашивать. Если вы будете неудовлетворены вопросами, ответами, то можно сделать это как-то еще. А я сюда... Пожалуйста, дорогие друзья, у вас есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста, вот там наверху, Игорек. Игорек, ты хочешь спросить? Я хочу озвучить вопросы, которые задали интернет-участники, если позволите. Можно, Владык, да? Да, пожалуйста. А Сафронова Марина Кумертау, есть ли отличие церковного добровольчества от светского? Ну, я думаю, что, конечно, есть. Конечно, есть. Это отличие, во-первых, заключается в том, что люди, которые занимаются церковным служением, они по-другому его понимают. Они понимают, что это не просто помощь людям, а это исполнение заповеди Божьей. Очень часто бывает, что люди светкие хотят кому-то помочь, думая, что если они этого не сделают, не сделает никто. Ну, так бывает действительно. И думают, что если они будут выполнять вот это дело, то они получат какую-то награду от этих людей или там еще как-то. Очень часто человек, иногда он занимается чем-то некорыстно, но хочет, чтобы об этом рассказывали. Вот для нас с вами, конечно, вот это доброделание должно быть совершаться втайне. Мы организовывать, мы должны, конечно, явно говорить о нуждах наших подопечных, но, конечно, они не должны об этом всем говорить. То есть, ну, разные люди занимаются и там, и здесь. И, наверное, по-разному эта работа как-то организуется. Вот мне кажется, наши добровольцы, мы должны с ними обязательно не только делать добрые дела, мы должны не только добрые, но и молиться обязательно, и помогать им возрастать и в молитве, и в любви к Богу. Потому что это первая заповедь, которую мы должны помочь им исполнять. И если они к этому пока не готовы, мы не можем их заставить, но все-таки напоминать об этом, говорить об этом, помогать им в этом, мы тоже обязательно должны. Ну, я бы на этом ограничился, причисляю отличия. Еще вопрос? Дед Сергей Михалевич, Ваше Преосвященство, скажите, как поступать с просящими возле храма? Как им не помогая каждый день, они стоят и просят милостыню? Даже было замечено, что специально узнают расписание служб и приходят в храмы, но на службу не ходят. Мы им предлагали работу, но они отказываются. Ну, дорогие джет, вопрос такой очень трудный. Давайте я Вас спрошу, что Вы делаете в этом случае, когда около Вашего храма есть... У нас есть микрофон, который можно дать передам? А? Один есть микрофон. Пожалуйста, кто из Вас, дорогие друзья, хочет помочь мне ответить на этот вопрос? Калининградская епархия. Мы направляем в центр реабилитации их. Вот у меня такой уже небольшой опыт есть нашего святого спинского прихода. Спасибо большое. Еще какие у Вас есть ответы? Этот вопрос возникает всегда, я много раз на него отвечал, конечно. И есть разные способы ответа на этот вопрос. Разные ответы. Еще какие-то есть вопросы, ответы? Кто-то хочет помочь. А? Стесняетесь, дорогие друзья, да? Но я вот ношу с собой такую карточку, написано «Справочная служба милосердия, информация социальной помощи». Помощь бездомным, служба милосердия, социальный патруль. В Москве есть служба, которая помогает этим нуждающимся. Я вообще денег стараюсь никому не давать. Ну, если только какие-нибудь там бабушки несчастные. Хотя, может, иногда можно дать людям, которые, ну, совсем уж какие-то плохие. Ну, такая, хотя я понимаю, что они, может быть, делают это не потому, что им нечего есть, а просто не такая работа. Работа возбуждательна в нас милосердия, работа, может быть, содержать своих там хозяев, работа, которая дает возможность поесть, выпить там, может быть. Такое тоже бывает, наверное. Но, например, дать им покушать можно. Вот я знаю, в одном храме, например, мне рассказывали, там этих людей, которые собирали деньги, и говорили, вы знаете, зачем вам деньги нужны? Мы хотим вот там уехать куда-то. Давайте оформим документы, поможем, давайте поможем уехать. Куда вы хотите уехать? Мы сами соберем в храме, объявим сбор. Куда? В Владивосток? Хорошо. Нет проблем. Там, может, даже на самолет набрать. Мы кушать хотим. Ну, кушать, пожалуйста, в трапезной, вот сегодня вечером, сегодня вас покормят, например, там просто всех. Вынесут вам еду, например. Вы что хотите? Одежды нет у вас? А что вам нужно? Пиджак такого-то размера. Ну, повесили в храме объявление, батюш сказал, дорогие братья и сестры, у кого есть пиджак такого-то размера? Ну, нашли ему пиджак. То есть, как помочь ему, дать им какую-то помощь, вот такой способ, например. Если люди просят поесть, мне кажется, можно им купить поесть. Это, мне кажется, наш долг накормить голодного. Можно пойти в магазин, купить им что-то. Они бывают очень благодарны. Но, конечно, давать деньги, не проверив документы, не узнав, зачем нужны эти деньги, тоже как-то не хочется. Но если много денег, можно, может быть, их раздавать. Святые, наверное, некоторые не спрашивали ничего. Святитель Иоанн Милостив, он раздавал деньги, даже в большей степени давал. Когда три раза подошел чек, просящий милостыню, желая его испытать, он третий раз дал больше, чем первые два раза. И сказал, наверное, Господь меня испытывает. Такое положил себе правило, никому не отказывай. Вот мне кажется, что действовать нужно по совести, но разумно. Подумать, к чему это придет, что ты хочешь. Может, ты хочешь... Вот, я, например, жадный человек. Я хочу научиться милосердию. Я себе положил за правило никому не отказывать. Разменял там по 10 рублей свою тысячу. У меня в кармане все время и каждому даю по 10 рублей. Но это хороший способ научиться милосердию. Можно так. Или, например, я вообще хочу разобраться в этой проблеме, почему люди просят. Я, значит, с этим человеком буду провести час, два, три, поговорить с ним, выяснить, что нужно. И помочь ему уже, если хочу помочь ему конкретно, реально. Или еще как-то. Но поступать, наверное, нужно по совести все-таки. Но разумно, чтобы эта милостыня, она не повредила человеку. Еще, Игорек. Ваши преосвященства, у нас приход небольшой, и мы по мере возможности силами прихожан помогаем нуждающимся. Считается ли это социальным служением? Конечно, считается. Следующий вопрос. Ольга Комарова. Благословите, Владыку, поточните, пожалуйста, в каком законе прописано государственное финансирование, финансовое обеспечение церковных соцпроектов. И вступил ли он уже в силу? Марина Васильева у нас есть, наша юриста Наташа. Марин, ты можешь ответить? Нет, Наташа Старинова не здесь у нас? 442 закон. 442 закон. Вступил в силу с 1 января 2015 года. С 1 января 2015 года. 442. Да. Федеральный закон. И он как раз установит общие рамки по тому, как организацию выдавать. Как организацию любой-любой формы, коммерческие, не коммерческие. Но исполнение этого... 442 закон. И норма уже конкретно по вашему региону, по вашему субъекту федерации надо смотреть на месте. Потому что они устанавливаются местным законодательством. Это общий закон, но местное законодательство, оно может его трансформировать, менять как-то. Закон не меняет, устанавливает механизм, как подавать там заявки. То есть, там должны использоваться не только федеральные, сколько региональные деньги. Да. Зависит от региона, сколько у них денег, а как они планируют это развитие. Так что нужно на месте с этим работать. Может, с законом познакомиться. Нам надо будет, может быть, как-то сделать вебинар по изучению этого закона. Игорек. Уже делали, Владык. Уже есть у нас в записи на сайте. А, есть в записи на сайте этот урок, как пользоваться преимущественно этого закона. Еще, Игорек. Светлана Солнцева, Ростов-на-Дону. Ваше Преосвященство. Как правильно организовать социальное служение при монастыре? Основные важнейшие правила социального служения при монастыре. Ну, русское монашество, в отличие, скажем, от греческого, оно занимает социальным служением. В Греции монахи, они как-то не очень занимаются социальным служением. У них там может нравиться социальное служение государственное. Хотя в монастыре принимают паломников, и это, наверное, и есть социальное служение. Как у нас организовать при монастыре? Наверное, есть разные формы такой помощи в монастыре. И кормление, может быть, и давать работу каким-то людям, которые нуждаются в ней. Может быть, выделять какие-то средства. Топкино-пустынам все время перечисляют какие-то деньги на социальные проекты. И перечисляли помощь для жителей Украины на юго-восток Украины. Северо-восток или юго-восток? Юго-восток. Вот. Этим очень помогали. В Марьинской обители создано сестричество милосердия при монастыре, в которые вошли женщины, которые пока не готовы идти в монастырь, но хотели бы помогать в монастыре, обслуживая других. При монастыре, может быть, прием просьб от людей, как в Марьинской обители, например, когда люди, приходящие в монастырь, они обычно просят милостыни, просят денег, с ними занимаются, помогают им. Есть какой-то запас продуктов, которые раздают нуждающимся, если они в этом нуждаются. Есть постоянные даже люди, которые получают такую помощь. Можно сделать, монахи могут делиться частью того, что у них есть с нуждающимися. Так, разные могут быть формы. Еще, Игорек. Про Таирей Сергий Бакланов, село Русский Юрмаш. В наше время служение милосердия ширится, слава Богу. Но я, служа в отделении палеотивной помощи, все время сталкиваюсь с недостаточным вниманием общества и церкви палеотивной помощи, особенно детям. И у Киевской митрополии, в Московской патриархии, и у католиков выделено и подчеркну особое отношение с церковью в этой области. А порой помочь этим людям времени остается очень мало и очень нужно. И я так понимаю, вопрос, что планируются ли какие-то изменения в этой сфере? Планируются. Мы на встрече с Ургей Юрьевым и Голодец говорили о том, что нужно вести стандарт для сестры по уходу. И этих сестер готовить, учить, давать им дипломы, учить, обучать этой помощи. Конечно, это можно и нужно делать. Так, еще, Игорек. Спасибо, Владыка. Все пока что. Замечательно. У вас, дорогие друзья. Пожалуйста. Можешь дать микрофончик? Или ты громко тогда скажешь, я повторю, да? Нам обратились инвалиды, которые просят взять их на опекунство. Имеем ли мы право это делать или имеем право оказать только какую-то периодическую помощь? Юристы у нас есть или Марина? Наверное, можете взять на опекунство, я думаю. Но это такая очень большая ответственность, конечно. Наверное, можно. Вообще, у нас, к сожалению, знаете, как получается? У нас все время есть некоторое такое противопоставление, некоторый барьер между теми, кто помогает, и теми, кому мы помогаем. Ну, например, у нас вот в богодельне, когда она была на квартире, у нас сестры ели отдельно, а больные ели отдельно, ну, находящиеся там. Есть другой опыт. Опыт, правда, Рима католической церкви, но, мне кажется, мы ересеи не будем у них там занимать, но чему-то хорошему можно у мусульман даже научиться. Скажем, там, чедородию, там, мужестве в отстаивании своей веры. И вот у Рима католиков, у них есть такая община, в которой помогают они нуждающимся, эти нуждающиеся делают членами их общины. Они с ним вместе едят, у них очень доверительное отношение. А наши социальные проекты очень часто делаются очень профессиональными со временем, но теряют сочувствие, сострадание и любовь к людям, которые приходят. Появляется какая-то отстраненность. Ну, знаете, как вот у медсестры, которые давно работают в больнице. Больной? Повернись. Больной? Ложись. Больной? Что ты ходишь? Или там в роддоме, мамочка, что ты кричишь? Мне больно, всем больно. Ты что, первый раз рожаешь? Ну, ничего, потерпи. Ну, такое же отношение какое-то появляется. Конечно, очень важно, чтобы его не было. А какая форма ухода за этими инвалидами? Нужно подумать. Наверное, я думаю, юридически это можно сделать, только ответственность такая очень большая. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. В каждой епархии желательно, чтобы был хотя бы один центр координационного добровольческого движения. Но мне так видится, что это движение добровольческое должен организовывать не только наш отдел социального служения, но совместно с молодежным и отделом катехизации образования. Вот вы как считаете, все-таки это совместная работа? Я думаю, что, конечно, это совместная работа. Но вы знаете, совместная работа всегда чревата очень многими сложностями. Вы знаете, что был такой один человек праведный, Авраам, и был у него племянник Лод. И хотя они были близкими родственниками, но однажды Авраам сказал, если тебе туда, мне сюда. А если тебе сюда, мне туда. У меня, например, есть очень хорошие друзья-священники, очень родственные приходы. Но какое-то общее дело между приходами у нас не всегда получалось. И поэтому, конечно, кто-то должен быть инициатором, кто-то должен начать это дело. И мне кажется, вполне может начать социальный отдел. Могут два быть движения, два центра могут быть, и молодежный центр, и социальный центр. Они могут дружить. Потому что иногда такое взаимодействие, потому что бывает сложно, как надо прописывать его, договариваться. Мы все-таки люди такие очень грешные, никак не можем мирно жить. Но, конечно, это можно и нужно. Пожалуйста. У нас занимаемся женщинами, которые решили отказаться от совершения аборта, убийства своего ребенка, и решили воспитывать помогаемым. И есть определенная социальная помощь со стороны государства этим женщинам. Из них часть имеют мужей, но большая часть мужей не имеют, и никогда их у них не было, они не в разводе состоят, нигде просто, как мы называем это, родили их в плуде. И интересный такой момент получается, со стороны государства помощь женщинам, у которых есть дети, один, два, три ребенка, но при этом они не имеют мужа, для таких помощь гораздо больше, чем для женщин, у которых есть мужья. Хотя у них может быть столько же детей, два, три, четыре, пять. То есть в результате государство как бы подспудно поддерживает вот эти вот блудные связи, и тех женщин, которые рожают в блуде детей. То есть может быть как-то поставить вопрос на государственном уровне, чтобы помощь полноценным семьям была бы несколько выше, чем вот таким вот женщинам. То есть чтобы был бы, скажем, для них интерес, да, вступить все-таки в брак, и в браке родить ребенка, а не вне брака. Ну, конечно, батюшка, вы правы. А ну что с ними делать-то? Я говорю про государство. Мы же помогаем им не блудить, помогаем воспитать ребенка. Нет, понятно. Я имею в виду, наоборот, когда они приходят в наш центр, на уровне государства происходит вот какое-то такое смещение. Я не думаю. Государство ни тем, ни другим особенно не помогает. Ну, тем не менее. Потому что есть, конечно, государственные приюты, но там... Все равно выделяются это деньги и в том и в том случае, да? Ну, вы знаете, в Евангелии такой есть рассказ про 99 овец и одну заблудшую. Как пастырь оставляет 99, идет у этих женщин, которые живут в семье, у них все-таки, ну, есть крыша над головой. У этих женщин нет крыши над головой. У них есть родственники, которые против беременности. Поэтому для спасения этого ребенка, для того, чтобы женщине помочь, мы ей помогаем. Но, мне кажется, тут нужно говорить и о помощи тем и другим тоже обязательно. Не обязательно что-то выделять. Я думаю, что мы сейчас не сможем четко определить, кому нужно в первую очередь, кому во вторую. Мне кажется, эти вопросы немножко такие неправильные. Мы должны помогать всем, кто к нам приходит за помощью. И всем, если мы знаем, что человеку плохо, должны каждому стараться помочь. Сколько хватит у нас сил? А так вот решать? Конечно, в каком-то смысле, вы правы, что главная помощь наша, она должна быть направлена на помощь многодетным семьям. Почему? Потому что, ну, сколько ни помогай людям зависимым, какой-то процент из них, конечно, спасется. Но, как очень часто большой процент, останется все-таки такими, какие они были. Если помогать многодетной семье вырастить ребенка, то вырастет член церкви, вырастет хороший человек. Поэтому, конечно, в этом смысле приоритет какой-то. Но так у нас и происходит. Вот сейчас наши добровольцы, мы проводили анкетирование и узнавали, кому помогают в основном. Оказалось, что больше всего помогают как раз семьям с детьми. И эта помощь детям должна быть, конечно, приоритетной. С семьям, нормальным семьям. Они нуждаются в помощи. У нас, я вам говорил, Ольга Юрьевна Голодец, озвучил 22 миллиона бедных. В основном это люди с семьей с детьми. Конечно, надо помогать. Но, если женщина забеременела вне брака, у нас половина браков распадается. У нас все живут в блуде. Помню, патриарх как-то с молодежью беседовал. Это, говорит, только зарегистрированные браки считаются. А если почитать все связи, которые были у людей, то это просто ужас какой-то. Сейчас блуд стал нормой жизни. Если говорят о вреде наркомании, если говорят о вреде алкоголизма, но о блуде они говорят, что это вредно. И страшная, конечно, ситуация с этим грехом. Мне кажется, он страшнее, чем наркомания и алкоголизм. Потому что он развращает людей и привязывает человека к телу, лишает его духовной радости, чистоты. У нас дети не знают, что такое целомудрие. В 10 классе я спрашивал учащихся в школе одной московской. Поднимите руку, кто из вас слышал слово целомудрие. Один человек поднял руку и не смог объяснить, что это такое. Это, конечно, страшная беда. Но вот этим людям и надо помочь. И Господь, когда пришла к нему женщина, взятая в прелюбодеяние, которую хотели побить камнями, сказал, кто тебя осуждает, пусть бросит камень, кто без греха. И никто не смог бросить камень. Все, что были грешные, там все были блудники, я даже не знаю. Ведь фарисеи. Но эта страсть, она очень злая, очень страшная. И тогда я сказал, и я тебя не осуждаю, иди больше не греши. Надо помочь этим женщинам, помочь понять, что так жить нельзя. Это тоже цель. К сожалению, у нас в приютах не всегда занимаются священники, не всегда объясняют, не всегда можно помочь человеку понять неправильность этой жизни. Еще какие-то вопросы, да? Пожалуйста. Тогда вы следующий, поднимайте тоже руку, чтобы вам нужно. Да, да, пожалуйста. Протерей Виктора Сефела в Главской парке, Удмуртия. Вот у меня такой стратегический вопрос. Очень интересно. Да. Ты, бачка, стратег, да? Ну, в какой-то степени. Ну, отлично. Не будет ли полезной и удобной для работы, если приглашать на, я являюсь заведующим отделом, на работу профессиональных социальных работников, даже, может быть, назначать их заведующими отделами и профессиональных социальных работников, а священник останется, как бы, такой духовной направляющей силой. Так вы думаете? Я думаю, что можно всех приглашать, и профессионалов, и непрофессионалов. У всех есть свои преимущества. Мне кажется, что соединение профессионалов с добровольцами дают наибольший эффект. Профессионалы дают крепость, устойчивость, правильность совершаемых действий. Добровольцы вносят живой дух. Потому что человек, который занимается своим делом давно, и человек, который не решил, что для него это служение, не стал заниматься этим как служением, он, конечно, может преодолеть это выгорание, привыкание к страданию других людей. Но очень часто бывает, что профессионалы относятся к этому немножко не так. И тем более профессионалы, сформировавшиеся в социальной системе государственной. К сожалению, даже в церковных социальных проектах очень часто мы встречаемся с равнодушием, с резкостью, с грубостью какой-то, такое бывает. А уж тем более в государственных служащих. Поэтому, конечно, нужно, я думаю, привлекать и тех, и других, и учиться у них, и с ними встречаться обязательно. И их как-то одухотворять, то, что они делают. Поэтому важно очень, посещая социальные учреждения, думать не только о подопечных этих учреждений, но и о сотрудниках, с ними проводить какие-то занятия, и являть им пример такой милосердия и любви. Так что, мне кажется, можно это и нужно делать. Еще вопросы? Да. Вот и как представите. Секретарь социального отдела Казанской епархии. У нас вот такой вопрос. Насколько необходимо и в какой форме это может предполагать социальный отдел для отделов в епархиях, официальная регистрация отделов, как это должно выстраиваться, есть ли какие-то по этому опросу рекомендации? А официальная регистрация чего? Отдела или добыть услугу милосердия? То есть, насколько это важно и как вообще в этом стоит работать? Нет, ну, слава Богу, пока такого ничего официального нет. Потому что иногда официально немножко начинает нас понять чему-то внешнему, формальному. Но, конечно, нужны какие-то правила. Какие-то правила, наверное, существуют. Вот, этот отдел организуется архиереем, наверное, и должен помогать в каждом приходе находить людей, которые занимаются социальным служением. Всех людей располагать. К тому, о чем сегодня говорил Патриарх. Доброделание – это главная задача, мне кажется. Не сбор денег, как можно больше денег собрать, не как можно больше записать в план посещения учреждений. Есть такие у нас отчеты, где пишут, вот мы посетили за этот год 50 больниц. Ну, а толку что? Ну, пришли там, раздали какие-нибудь иконочки, сейчас иконочками никого не удивишь уже. Их иногда даже выбрасывают люди, которые приняли, или там еще что-то сделали. Ну, и все. Уж лучше в одну больницу ходить, помогать. Тогда что-то будет меняться в этой больнице. А так обойти все неправильно. Поэтому, наверное, нужно подумать, как это сделать. Но пока, мне кажется, насколько я знаю, таких-никаких формальных... Нужно руководиться документами, которые приняты Священным Синодом, и по этим документам устраивать эту работу, эту жизнь. Еще вопросы? Благословите. А как это сделать? А у меня перестал. Женская энергетика, наверное, такая. Вот женщины, они все-таки впереди нас, в бессмертном служении, мне кажется. Женщины мироносятся. Благословите. Вы очень хорошо сказали, что в реабилитации нуждается каждый человек, чтобы восстановить человека то, что было Богом вложено. Как Вы считаете, Владыка, являются ли вот такой вот группой, очень многочисленная группа, нуждающаяся в реабилитации, люди, которые принимали участие в боевых действиях? Конечно. Которые были в условиях запредельных для человека, которые душу свою полагали за други свои. Вот я сегодня с удивлением услышала от одного из работников отдела, вашего Синодального, что это не является социальным служением. Нет, нет, это социальное служение, это очень важно. Вы знаете, вот сегодня на трапезе сейчас с патриархом был посол России в Украине, бывший, он занимался, Зурабов, да, Михаил Юрьевич Зурабов. Мы сидели напротив, он рассказывал, к чему сейчас приводит это противостояние на Украине, когда люди просто привыкают так жить. Он говорит, что если раньше они стреляли, закрывая глаза, теперь они глаза уже не закрывают, они целятся. И привычка вот к этой вражде, к этой войне, выброс адреналина в кровь, привычка к тому, что можно носить оружие, употреблять его, когда ты хочешь, действовать по своей страсти, там свободно, она, конечно, очень сильно меняет. И, наверное, все вот эти люди, которые прошли через это, они, конечно, нуждаются в такой реабилитации. Конечно, это очень правильно. Можно, Владыка, продолжать благословить? Вот прошло где-то 10-12 лет со временем окончания вот так называемой Чеченской войны. Это тот период, когда военная травма дает свои страшные такие проростки, плоды. То есть это то, что называется посттравматическим стрессом, расстройством психики. Это повреждение, которое усиливается с течением времени, которое фиксируется генетически, которое захватывает семьи, детей. То есть эти люди, они очень страдают. И если есть у нас реабилитационные центры для наркоманов, для страдающих от алкогольной зависимости, то является, на мой взгляд, важным, чтобы был центр реабилитационный и для таких людей. Вот у нас в Ростовском военном госпитале, мне там более 20 лет служим, вы знаете, Владыка, очень богатый опыт есть, и мне кажется, все условия есть. То есть можно обратиться за помощью, да, в плане состояния такого центра. И еще, Владыка, эти люди, которые воевали, они находятся без привлечения во всех уголках России. Эти мальчики, которые несли срочную службу, они сейчас отцы или не отцы. И можно через каждый приход, везде есть приходы Роскорфорстной церкви, просто обратить на них внимание, позаботиться о них, чтобы они не совершали суициды, чтобы они не погибали, потому что они получили эту травму. Конечно, спасибо большое. Еще вопросы? Вот, Владыка, вот такой вопрос сейчас в последнее время в социальных сетях очень много проявляется сборов различных на лечение детей и ввели больных различными заболеваниями инвалидов. Вот, и такая информация, что очень много мошенничеств возникает. Или люди, родители, собирая на ребенка, ребенок или умирает, они все равно продолжают эти деньги собирать и потом используют их в своих целях. Вот, и как относиться людям вообще к этим сборам? Потому что буквально атакуют вот в соцсетях этими сборами. Вот как вообще к этому относиться? Ну, мне кажется, надо открыть наш сайт «Милосердие». Там все просьбы у нас проверены. И все деньги, что есть, пожертвовать на сайт «Милосердие». А этим людям сказать, у меня просто денег больше нет, и все. Конечно, надо обязательно жертвовать, но, конечно, надо проверять. Нельзя. Мы живем в мире, в котором зло прикрывается добром. И надо быть очень осторожными. Господь сказал в Евангелии, «Будьте просты, как голуби, мудры, как змеи». Отец Павел Грузиев, такой замечательный старец, говорил, «Всех люби и всех бойся». Так что это, мне кажется, правило, которое необходимо исполнить. Тебе осторожными очень нужно. Пожалуйста. Не совсем понятно. Но в общественной палатах как бы предлагается при больницах, в том числе и при больших рамах. Вообще, вот ваше отношение к этому вопросу, потому что одно дело ящик для подкидышей, другое дело, как общественный институт, который, допустим, может на первых порах действительно спасти некоторые жизни, но впоследствии, если как общественный институт, он может влиять на общественное мнение, его деятельность будет освещаться в прессе, в телевидении. То есть это будет тоже навязываться как некий стандарт, в общем-то, жизни. Вообще, как к этому относиться и как нам участвуют в этих собеседованиях, и какая официальная позиция вообще синодального отдела по этому вопросу, потому что мы бываем в затруднении, да, на местах. Спасибо. Вопрос очень интересный, но очень сложный. Наш синодальный отдел пока своей позиции по этому вопросу не выработал. У нас есть разные мнения на этот счет, и я сначала, когда узнал про такую возможность, ну, был целиком за создание таких бэби-боксов, но теперь, когда выслушиваю голоса противников этих бэби-боксов, наш ответственный за права ребенка, как его зовут-то, Астахов, да, он против, там, скажем, он мне прислал целый, так сказать, список своих возражений, объяснил, почему это не нужно, и я как-то стал задумываться, я, честно говоря, не могу сейчас сказать, вот, как, нужны такие бэби-боксы или нет, потому что говорят, что они будут использоваться людьми, могут ребенка украсть и положить в этот бэби-бокс, например, и такое, может быть, какое злоупотребление, с другой стороны, мировой опыт, он всегда знает, что такие бэби-боксы были, каждый монастырь имел возможность принять подкидыши, в монастыре был, вот я был в Италии, там, скажем, у католиков, у них такой круг, и здесь дверки какие-то, клали ребенка, поворачивали, и уходили, ребенка брала это, говорят, это называлось даже консерваторией, в одном таком монастыре преподавал известный композитор, который написал «Времена года», я уже старый, что-то забываю, все им фамилии, Вивальди, и он там занимался с ними, поэтому, и назывался это консерватория, монастырь, где сохраняли жизнь этих детей, и поэтому теперь музыкальное учреждение называется консерваторией, не знаю, так это или нет, так мне там рассказали, то есть такое опыт, конечно, было, в русских у нас тоже монастырях, подкидыши такие были, противники бэби-боксов, говорят, что у нас нет проблем оставить ребенка в больнице при рождении его, но проблема есть у мигрантов, так называемых, у людей, которые приезжают, скажем, в Москву, в другие города, которые часто очень вынашивают ребенка, нигде не регистрируя то, что женщина беременна, она не пользуется никакими услугами, сейчас очень принято рожать дома, скажем, детей, и такого ребенка вполне могут как-то умертвить, тут нужно, наверное, провести какое-то исследование, изучить статистику, насколько эти бэби-боксы помогают, некоторые предлагают установить скрытую камеру бэби-бокса, но про это никому не говорить, чтобы было видно, но не для того, чтобы потом человека наказывать, но на всякий случай, чтобы данные шли там в ФСБ куда-нибудь, чтобы потом проверить, что там, ну, такие, в общем, как-то идет такая дискуссия, я думаю, что, я не могу официально сказать, я больше склоняюсь к тому, что, может быть, можно было бы, если это послужит спасением детей, если выяснили, здесь статистика говорит о том, что никакие злоупотребления вот существующие бэби-боксы не вызвали, и можно же исследовать эту проблему, уже не существует у нас бэби-бокс, существует в других странах, но я до сих пор не могу, прошу своих сотрудников, чтобы они собрали информацию, проанализировали ее, до сих пор эту работу не сделали, надо, мне кажется, проделать эту работу, я прошу вас, если вы можете это сделать, дорогие друзья, как-то заняться этим вопросом и выяснить, вот существование бэби-боксов помогает все-таки сохранять жизнь детей или нет, сейчас все фиксируется, сколько было убитых детей до принятия бэби-бокса, находят же детей в мусорных там ящиках и еще что-то такое, меньше их стало, больше, вот те дети, которые оказались в бэби-боксах, кто они, удалось ли выяснить, действительно ли это ребенок, который украден, ну не знаю, какие-то такие вот вещи, хорошо бы это выяснить, эту проблему, я бы не стал спешить с этим решением и объявлять какое-то церковное мнение на этот счет, потому что это такой вопрос очень специальный, вот как церковь не стала высказываться по поводу царских останков в Екатеринбурге, чтобы как-то не ошибиться, не решили как-то по этим не говорить, все-таки мы не прозорливые старцы и не можем там точно сказать, так это или нет. Вопрос, как это, Алина, у тебя есть, да? Вот у нас есть представитель, дорогие две из Германии, у нас, а, ну ничего, сейчас, ты второй хотел, опусти, ты уже второй у вас, давайте сначала кто первый вопрос, потом пойдем по второму кругу, потом по третьему, а, пачка что? а, пожалуйста, отдать ученицу, или ничего, ничего, пожалуйста, вот это настоящее милосердие, готовы отдать микрофон и молчать, все время, молодцы, даже женщина, женщина молчащая, это конечно чудо такое, это дар, я бы очень рада услышать про законе 442, который, Алина, чуть поближе микрофон, ничего не слышно, да, о том, что есть такие новости, хорошие новости, о том, что государство готово финансово поддерживать социальную работу со стороны церкви, и, к сожалению, вчера я не знала о встрече с Ольгой Голодец, я бы задала этот вопрос, может быть ей, ну вот задаю, здесь и сейчас, может быть есть такие же хорошие новости по поводу, ну, подвижки в отношении гуманитарной помощи для подопечных вот этой нашей церковной службы, я наконец... Получение гуманитарной помощи из Германии? Я наконец смогу свои три грузовика медицинской техники отправить... Подвижки в обратную сторону. в обратную сторону, то есть... Ну, баланс... Ситуация, знаете, какая ситуация сейчас трудная, политическая, поэтому я думаю, что сейчас еще труднее все это будет. То есть только самим, на колясках самим приезжают. То есть, в этом смысле ничего нового... А кто-то хотел здесь спросить, у нас собрали микрофон, да? А ты уж спрашивала... Старо... Ну, видишь, как я... Сейчас тогда, когда первый вопрос закончится, я перейдем к старым, ладно? Владыка, пожалуйста. Пожалуйста. Егорская епархия, город Кисловодск. Я являюсь координатором проекта «Общее дело» в нашем городе, в Старо-Польском крае. Занимаюсь молодежью профилактикой. В зависимости наркотических, алкогольный, табачный, игровой и других более тяжелых наркотиков. Мы организуем регулярно пробежки по воскресеньям после службы. Вот у меня такой вопрос. Нам с ребятами остро не хватает турников и брусьев в городе. И, ну, возникла идея, мы бегаем от Пантельмонского храма, и там он строится. Есть часовня маленькая, рядом строится большой храм, и вот там есть место, в принципе, где можно организовать спортплощадку для молодежи, привлекать молодежь, чтобы они возле храма как бы занимались, и кто-то, возможно, захочет посещать храм. И вот у меня вопрос, есть ли такой опыт вообще в каком-нибудь приходе, кто может поделиться этим? Как вы вообще относитесь к такой идее? К идее заниматься спортом отношусь очень хорошо. Я сам не могу заниматься ни фитнесом, ни пробежкой участвовать, но я стараюсь побольше ходить пешком, и мне это очень помогает. А как организовать спортплощадку, турники и брусья возле храма? Ну, мне кажется, можно, что и в плохом. Есть какой-нибудь вообще пример позитивного? Не во время литургии. Я понимаю, ну, после службы мы это делаем. После литургии, трапезы, и после трапезы можно пойти туда заниматься. Можно в субботу, можно перед Всеночной, а на Всеночную пойти в храм. Очень хорошо. Владик, у нас просто есть опыт такой. Здесь присутствуют как раз представители Архангельской епархии, они в рамках плацового инициативы выиграли грант рядом с храмом устроили спортивную площадку. Я вас познакомлю, с ними, может быть, пообщаться, они поделятся опытом. Спасибо большое. С той стороны был вопрос. С третьей попытки вопрос задать. Вы сегодня очень много говорили о взаимодействии социальных работников и подопечных. Поближе микрофон. О том, как не потерять любовь, как не потерять взаимное доверие. У меня такой вопрос. Если деятельность не связана напрямую с подопечным, например, это финансирование социальных проектов, привлечение общественного внимания к церковной и социальной деятельности. Здесь есть социальная составляющая, но есть ли здесь доброделание и как в таком формате исполнить заповедь о любви? Прости, пожалуйста, я не понял, милая, ничего. В чем вопрос? Да, то есть есть часть людей, часть сотрудников в социальном отделе, которые не задействованы напрямую в помощи подопечным. Не как сестры милосердия, не как добровольцы. А что они делают? Бухгалтер, юрист? Да, ну вот допустим, они работают со СМИ или фандрайзингом занимаются, ну привлекают финансирование социальные проекты. А вот, как в таком случае, то есть является ли эта деятельность доброделанием? Ну у нас, ну почему нет, это конечно тоже доброделание, выполнять свои обязанности, тоже хорошая вещь. Сделать хорошую табуретку для других людей, чтобы удобно было сидеть, мне кажется, это неплохо, исполнять свою работу хорошо, и тоже вообще надо работать не для того, чтобы зарабатывать деньги себе и там копить, а для того, чтобы служить другим, всякая работа должна быть выражением любви. Ты умеешь делать табуретки? Ну хорошо. Ты умеешь там уколы делать? Тоже хорошо. Ты хорошо троллейбус водишь? Ну отлично, веди его с любовью, с пассажиром. Каждая деятельность может быть таким выражением любви. Если хочется большего, можно, у нас, например, сотрудники нашего отдела сдают кровь, приезжают машины, Вася Рублинский, наш пресс-секретарь, сдают кровь. Это участие в такой добровольной в делах новосердия. Остальное у него времени нет пока, но все-таки это тоже такое доброе, хорошее дело. Мне кажется, можно так. Еще вопросы? Нет вопросов? Владыка, можно вопрос? Я представляю программу «Святость материнства», освещаю эту тему, но вопрос мой не об этом, потому что этим людям помогают, и завтра, я думаю, мы услышим, я видела в программе этот вопрос. Вопрос о Погорельцах. В интернете я видела очень много ваш отдел для Погорельцев, когда массовые пожары были в 2010 году и так далее. А вот одиноким, одиночным, так сказать, Погорельцам, в том числе семьям священников, многодетным семьям, которые лишили жилья, как-то есть планы помогать? Потому что сейчас такого нет направления, насколько я знаю, в Синодальном отделе. Простите, нет, Вася, помогать кому? Погорельцам. А, Погорельцам. Ну, конечно, очень хорошо помогать Погорельцам. Почему же плохо? Да вы предложите в чем? У меня вот такие вот вопросы, вы знаете, вот мы знаем, что Погорельцам плохо, давайте будем ему помогать. Ну, давайте. Вот такое предложение. Давайте мы будем помогать там еще кому-то. Ну, хорошо, давайте. А почему вот церковь не помогает тому-то? Ну, ты приди и начни это делать. Да, вот можно, например, рассуждать, мне кажется, мне кажется, неправильно. Собирать информацию о них, помогать им юридически, помогать им как-то проверять информацию. Хорошо, замечательно. Конечно, очень хорошо. Спасибо. У нас сейчас такое время, человек может инициировать любой проект, любое направление, подключиться к уже существующему, научиться чему-то. Очень хорошее время, очень благодатное. Еще вопросы, дорогие друзья? Нет вопросов? Очень хорошо. Пожалуйста. У меня тут еще, мы сейчас, вот тут еще есть несколько вопросов, которые хотелось бы задать уже чуть позже, да. Ирон, Агенедиктихинская епархия. Такой вопрос касательно, как вы смотрите на это, могут ли духовные школы нашей русской православной церкви, академии, особенно семинарии, которых сейчас достаточно много уже, слава Богу, в каждом регионе, готовить не только пастырей, иконописцев, регентов, но и специалистов по социальной работе. Конечно, а у нас некоторые готовят, у нас список даже есть, уже готовят, конечно. Ну, это тогда вот, собственно, такой ответ. То есть и дальше это развивать. По СТГУ, в другом университете православном, российском. Да, такие кадры готовят православные университеты, но именно вот на семинарии, на сети. Данные есть, наверное, у вас на сайте, можно посмотреть. Спасибо, спасибо. Учебный комитет. Пожалуйста, батюшка. Да. Истинская православная церковь. Вот есть ли решение церкви по такому вопросу, есть ли у супружеской пары наследственное такое, видимо, какое-то заболевание, что дети рождаются с таким изъяном здоровья, серьезным, причем, изъяном здоровья. То есть они несут уже тяготу такую где-то 6 лет первого ребенка больного, который сам не может дышать с аппаратом, постоянно за ним следят. Второй ребенок, когда они забеременели, тоже ясно было, что был с таким диагнозом, они все-таки решили его рожать. Годик он прожил, и, значит, он представился. И вот есть ли, теперь у них такая мысль, вот возможно ли стерилизация, как это предлагают, стерилизацию одного из супругов. Вот есть ли какое-то решение церкви? Ну, это вопрос такой интимный очень. Я бы предложил, может, священникам обсудить эти темы как-то отдельно. У нас есть такой семинар при ПСТГУ, мы собираемся с священнослужителями города Москвы, обсуждаем социальные вопросы или пастерские вопросы социального служения. Таких вопросов очень много. Можно ли венчать там детей даунов, инвалидов, или инвалидов каких-то, колясочников в инвалидном доме? Как причащать человека, который находится в бессознательном состоянии в больнице? Можно ли причащать святой кровью, если у человека аппарат какой-то вставлен в его уста, скажем так, если он на ОВЛ, на таком аппарате находится? Ну и всякие другие вопросы. Как действовать в случае, так сказать, чрезвычайной ситуации? Как некоторые считают, что когда человек едет по дороге, видит, что совершилась какая-то авария, он должен выйти, предлагали сделать такую правило, что священник должен выйти из машины, подойти, спросить, нужна ли его помощь, если нужно, покрестить некрещеного, поисповедовать умирающего. Но решили, что не священник будет возить с собой Петро Ахиль, но не всегда одет в подряснике. Как-то одевать Петро Ахиль на майку тоже будет. Ну какие-то такие вот современные жизни, много вопросов очень возникает, очень интересных. И, к сожалению, эти вопросы у нас никак не решаются тоже. Потому что, конечно, очень важно пастырское окормление тех людей, к которым обращаются за помощью, вопрос семейной жизни. Можно ли употреблять там неабортивные контрацептивы или нельзя? В каких случаях люди там, которых не может быть... Ну и там... Ну и там... Ну и все вопросы с этим связаны. Почему недопустимо ЭКО, скажем? Почему... Или допустимо оно в каких случаях? Ну и суррогатный материн сдует понятно, что священный снот выслал на эту тему. Но возникают новые технологии Вот приходит женщина, которая, например, заморозила три своих эмбриона на исповедь. Они у нее лежат в холодильнике. Сейчас в холодильнике лежат, насколько я знаю, сотни тысяч замороженных младенцев. Эмбрионы. Но это же человек, где его душа, как вообще он живет. Мы говорим, что душа дается при зачатии. Такой вопрос, конечно, таинственный, непонятный. Вот у нее лежит третий. Можно допустить это причастие? Как вот с ней быть? С этой женщиной? И навсегда отлучить, но тоже будет нехорошо. Как вот... Что ей посоветовать? То есть все такие вопросы мы как-то стараемся обсуждать. Наверное, нужно будет нам собраться как-то об этом поговорить, если вы хотите, дорогие батюшки. Вопросы, конечно, интересные. Их неудобно обсуждать в открытом пространстве, потому что, может быть, наши мнения могут кого-то соблазнить, смутить. Мы потом будем обсуждать и высказывать мнение церкви, потому что для этого существует священный синод и патриарх. Мы можем только свое мнение высказать. Но прежде чем высказывать, хорошо бы как-то вместе подумать, что на эту тему можно было бы сказать, выслушать специалистов по этим вопросам. Или там ВИЧ спит. Можно ли венчать людей, у которых ВИЧ спит? Вот у одного из них ВИЧ спит. Есть риск, что он заразит другого. Хотя снижается этот риск очень сильно, но все-таки риск такой существует. Можно ли ему вступать в брак, иметь близкие отношения или пользоваться какими-то средствами или еще что-то? Таких вопросов очень много. Но я очень благодарен вам, дорогие друзья, за нашу встречу. Мы с вами еще останемся. А хотел поблагодарить всех наших участников нашего вебинара, нашей интернет-конференции, попрощаться с ними, пожелать им помощи в Божьих трудах. И еще раз сказать, что, конечно, дорогие друзья, если мы хотим, чтобы служение любви развивалось у нас, то нужно этой любви обязательно учиться. Учиться у святых отцов, у Абвадорофии, учиться у Христа через чтение Евангелия, причащаться святых христовых тайн. И наша задача не организовать какое-то служение, как в Германии, а малые дела любви, которые мы должны делать, делать так, чтобы эти дела, они были действительно дела любви, а не внешняя какая-то деятельность, не заменять этой внешней деятельностью то духовное делание, которому призвана церковь. Спасибо вам большое. Мы тогда отключим субтитры создавал DimaTorzok